Смотрите, в субботу будет, я считаю, знаковое эпохальное событие. Впервые вот такой классический столетний клуб «Динамо» встречается с медиакомандой «Тудроц». И даже в самом названии это уже как-то уже даже для «Динамо», особенно старшего поколения, они как бы вообще не понимают. Но вы пошли на этот эксперимент, выступили партнером этого мероприятия. Для чего вам это нужно? Почему вы «Динамо» толкаете вот к этим новым всем вещам, штукам? Ну, смотрите, здесь «Динамо» не в этом матче, а уже были первооткоративными, они встречались с «Амкалом». Когда все помнят, как Александр Овечен, который подписал контракт с «Динамо», практически на один день вышел, забил гол. Потом «Тудроц» еще играли с «ЦСКА», тоже была знаковая история. И вот сейчас наш матч, он проходит в рамках такого шоу-матча Московского кубка «Селебрити», «Будбук», которого является титульным партнером. Почему нам это нужно? Да, вот, в принципе, мы на этой дискуссии ответим на этот вопрос, потому что нам нужна новая аудитория. Аудитория, которая активная, молодая, чтобы... Тут, понимаете, история win-win. Во-первых, для нас, как для спонсора, мы сталкиваем, условно, аудиторию «Динамо» и новую аудиторию, привлекаем, сделаем новый продукт, делаем крутой классный контент для того, чтобы развивать наш бренд. Для «Динамо», которая является организатором Московского кубка «Селебрити», для них это тоже win-история, потому что они привлекают, рассказывают про свой бренд той аудитории, которая находится у соперников, у медиа-команд, у молодой аудитории. У «Динамо» тоже большая цель – привлекать молодую аудиторию, чтобы у болельщиков становилось больше, а за счет чего прибавлять, как раз за счет молодых поклонников футбола. Поэтому, естественно, для команды «Дросс» тоже немаловажно выйти на такой уровень, тем более, что они из прошлого, по-моему, сезона, и уже два было, не помню, но они уже вышли на профессиональный уровень, участвуют в Кубке России. Для них лишний раз сыграть профессиональной командой, тем более в рамках шоу, в рамках шоу программы, что они очень любят, тоже немаловажно. Поэтому я и, как вы увидели сегодня коллеги из индустрии, все за то, чтобы делать новые форматы, новые уникальные мероприятия, которые позволяют… Это все идет… Здесь еще один победитель – это российский спорт, да, который по разным цифрам, так скажем, не очень популярный в нашей стране, там, футбол на первом месте, другие виды спорта пока очень сильно отстают. Поэтому для развития спорта это тоже очень важное событие, потому что скрещиваются новые аудитории вот в таком формате, и, самое главное, в веселом, классном, креативном, молодежном формате. Поэтому я думаю, сам матч будет интересен и как для молодой аудитории, которая его посмотрит, так и для аудитории старшего поколения, которые могут начать узнавать, кто эти люди, кто эти медиафутболисты, да, и почему «Динамо» играет с ними. Я думаю, что каждый найдет ответы на свои вопросы, но для индустрии это очень важная история. Поэтому мы всегда смотрим, что делают наши коллеги. Вообще, мы всегда поддерживаем. Любое развитие, оно всегда лучше для рынка, чем стагнация, и, как бы, если мы идем по тем же форматам, которые были. Поэтому спасибо большое медиафутболу, там, Николаю Осипову, там, Диме Егорову и всем драйверам, которые это делают, потому что это позволяет развиваться и профессиональным клубам. Они смотрят туда, видят аудиторию, не понимают, как это так у них, в основном, на игре происходит 10 тысяч человек, а у этого медиафутболиста 10 тысяч человек в телефоне. Вот начинают работать в этом плане, они начинают думать в эту сторону, не только «Динамо», многие клубы уже начинают думать. Эта волна скоро просто захлестнет всех, и кто сможет, в первую очередь, отреагировать, выделить на это и ресурсы, и деньги, и руководство, так скажем, уговорить, тот и выплывет, потому что все остальные утопут. Поэтому, ну, не будем драматизировать, но, в общем, всех приглашаю на эту игру, я думаю, что будет очень круто.